Всех приветствую! Сборка 3658. Это пример такого оптимального системного блока для игр, для всех задач в районе 50 тысяч. Чтобы в эти деньги собрать игровой компьютер, есть два варианта. Первый это Ryzen 3 1200 и второй это i3 10100F. И вот i3 10100F примерно процентов так на 30-40, почти в два раза можно сказать, мощнее чем Ryzen. Это очень мощный процессор, который раньше назывался i7. И начиная с первого поколения по седьмое, это были 4 ядра 8 потоков. Они становились все лучше, лучше, лучше. И по факту i3 это и есть тот же самый i7. Вот пример i7-7700. Он в чем-то даже будет чуть слабее, чем наш i3. Потому что здесь базовая частота 3600 МГц, в Turbo Boost до 4,3 разгоняется. Плюс высшая частота базовая по памяти и большее количество памяти можно на этот процессор повесить. Собран системник в корпусе Thermaltake H17. Черная коробка. Здесь ни за какую подсветку вы не платите. Вы здесь платите только за качество изготовления. Вплоть до всяких вот USB портов. Толстый металл, очень тяжелый металл. То есть это не фольга. Как зачастую сейчас бывает в современных корпусах. Здесь все по уму. Процессоры не горячие. 65-ваттные. Четырехъядерный процессор. Он не такой уж прям горячий. Идеальное решение, на самом деле, если кулер не орет, а он здесь работает бесшумно, это интеловский оригинальный. Почему? Потому что дует вентилятор на материнскую плату, обдувает все цепь питания процессора, достается оперативке. Ну а в данном случае у нас достается в том числе и чипсету. Все здесь вокруг охлаждается. На материнской плате у нас 510 чипсет. А срок H510M HDV и 7 фаз питания. То есть плата уже рассчитана под установку 11 серии процессоров. Процессоры греются сильнее, потребляют больше. И такая плата подойдет. Чипсет нас ограничивает по частоте памяти. Память у нас работает на частоте 2666. Здесь две планки фирмы Kingston, работая сейчас в двухканале. По накопителям здесь стоит один-единственный Silicon Power на 512 гигабайт. Это тот накопитель, которого, в принципе, хватает, чтобы пока не покупать жесткий диск. Объем вполне достаточный. Ну и всегда можно добавить здесь 4 слота SATA. 4 парта SATA. Можно добавить еще 3 жестких диска. Либо 3,5 дюйма, либо 2,5. Здесь они крепятся на резинках. Видеокарта это самая сейчас ценная в компьютере. Здесь у нас стоит GeForce GTX 1050 Ti фирмы MC версия Dual. Карточка 60-ваттная, поэтому не имеет доп. питания. Карточка холодная, производительная. И все современные игрушки на Full HD на ней будут идти. Ну а блок питания здесь с запасом на 500 ватт Deepcool с сертификатом 80+. Сертификат это довольно-таки важная штука. Она гарантирует нам высокий КПД и гарантирует те защиты, которые должны быть в любом современном блоке питания. То есть при желании в будущем можно спокойно видеокарту поменять, процессор проапградить. Да и памяти в такой компьютер можно поставить по две планки, а максимальный объем 64 гигабайта. В сумме это 2 по 32. Так что машинка годится под апгрейд. Но изначально на нем можно спокойно и работать. Процессор очень мощный. И в игрушки играть. Видеокарта дискретно здесь стоит. Ну и по деньгам. 51 500 рублей. Вышел такой системный блок. Теоретически можно сэкономить. Это поставить процессор Ryzen. Там дешевле материнские платы. Примерно 1000 на 2. Платформа интелла дороже. И сэкономить чуть на память. Вот по сути 5000 рублей. Плюс может быть чуть-чуть на корпусе. Да и пожалуй все. А где-то 1006 можно сэкономить. Если перейти на Ryzen с 8 гигами памяти. Да в теории можно еще поставить проще SSD накопитель. Но в целом оптимальная машинка в полтинник. Именно примерно вот такая.